Всем привет, с вами Накамура. Сегодня мы с вами будем играть в долгожданную игрушку под названием Амнезия Амашин Фор Пикс, машина для свиней. Ну что же, приступим, окунемся в атмосферу ужаса. Что-то игрушка очень долго грузится, непонятно почему так. Ну что же, подождем еще немного, думаю все будет окей. Субтитры сделал DimaTorzok Да вот кто превращается в животное, избавляется от боли, быть человеком. Сэмюэль Джексон. А, Джонсон, извините. Папочка, папа, не убивай меня, пожалуйста. Какая-то жуть. Что мы с вами видим? Что за хрень? Может быть... Не знаю, что это такое. Какая-то машина. А, папочка. И мы с вами... Оказываемся... Где? В... Какая-то клетка. Итак. В общем, мы с вами в какой-то комнате. Только какого хрена мы в клетке. Амнезия. Машина для свиней. Ну мы уже поняли. Дайте-ка нам лучше управление над героем. Уже очень охота поюзать. Ага, все. Вот теперь я уже управляю нашим персонажем. Знаете, все это больше похоже на сон, потому что смотрите, как все расплывчиво идет. И туманно. Ну ладно, смотримся. Так. Здесь у нас Библия. Здесь, похоже, кто-то разлил бокал вина. Но я надеюсь, вина. Здесь у нас висит картина. Так. Это я ничего не могу пока открыть. Ладно, вот где мы с вами спали. Что очень странное такое место. Все заперто на замке. И вот записка. Прочитаем. Во снах я вижу человека. В шкурах ягуаров. В перьях. Он похож на забрызганного кровью святого. Что и зашло от сердца. Явилось для нас смазкой. Сокрушило зло тяжелой поступью. И освободило всех нас. Внутри моего лба поселилась зловонная жара джунглей. В висках стучит. В черепе закипает кровь. Такое чувство, что внутри есть что-то живое. Проклятая крыса. Голодающая мой мозг. Прогрызающая путь наружу. Даже опий не может заглушить ее. Безграничный голод. Я слышу, как мои дети играют на чердаке. Но вместо любви меня переполняет ужас. Откуда вам нет столько отчаяния? 24 июня 1989 года. Так, столешницу я могу открыть, да? Ладно. Вот так вот. Что тут у нас? Библия. Опять же. И бутылка. Три семерки. Включаем свет. И что? Так, чтобы бросить предмет, нажмите правую кнопку мышки, удерживайте и двигайте мышью, чтобы вращать объект. Тут еще один ящик. Но тут опять же ничего важного. Мы это ничего не можем взять. Так, и еще один. Может быть здесь хотя бы? Ага, смотрите. Тут какая-то свиная голова. Так, ну что? Тоже ее нельзя взять, что ли? Нет, к сожалению, это ничего нельзя взять пока. Ну что, будем выходить? Так, зажмите левую кнопку мышки и двигайте мышь, чтобы открыть. Ладно. Итак. Папочка, найди нас! Ну что за прятки, а? Так, ладно. Пошла стынь по комнатам. Опа. Нас немножко колбаснуло. Так-с. Ну тут я ничего не могу сделать. Ничего не могу взять. Выходим. Проверим тут тогда. Итак. А здесь у нас что-то интересное. Подъем наверх. Папа, папа, сюда! А что тут? Мячик? Какого хрена ты мячик тут делаешь? Так. Где-то закрывалась дверь. Ладно, зайдем сюда. Так. Дверь, похоже, заперта, что ли. Я ее не могу открыть. Да. Тогда сюда. Ой. Что-то зловещее сейчас было. Мне не понравилось совсем. Опять же, в этой комнате ничего нету. Что это? А. Это просто одежда. Какой-то неряха тут жил. В общем, мы можем тут взаимодействовать со всеми предметами. Ну, не со всеми, но... Вот со струном, например, могу. Ладно. Выходим. Так, давай. Так, здесь у нас ничего. Так, добавлен новая запись. Ну, нам явно сюда. Лезем на чердак. А, как вы знаете, на чердаках ничего хорошего нету. Сюда идет плохой человек. Да какой же я плохой? Ну, почему так? Ой. Ладно. Вот фонарик. Ой. Тут кто-то убивал крыс. Какие-то живодеры. Неужто же... Неужто детишки такие жестокие? Что-то тут мне совсем не нравится. Походу, тут вообще... Издевались. Может быть, и не только над крысами, а над людьми. Так. Вот, походу... Похоже на детскую комнату. Мишка Тедди, что тут делаешь? Так. Кубики. Записка. Записку. Почитаем. Дневник Эдвина и Еноха. 11 октября 1899 год. Папа сказал, что в этом году Рождества не будет, потому что он слишком занят. Няня говорит, что мы не должны его отвлекать. Но он так занят. Утром он уходит, пока мы еще спим. Вечером мы часто сыпаем, не дождавшись его. В саду мы нашли птицу со сломанным крылом. Она сказала, что птица грязная, и ударила ее скалкой. Когда же все уснули, мы пробрались вниз по лестнице, чтобы похоронить ее. В саду была свинья. Мы слышали, как она сопит. Потом пришел папа и сказал, чтобы мы быстро шли в дом. Он был в ярости. Но, по-моему, он снова плакал. Такие вот дела. Так, в общем, пойдем в то место, где я видел, что бежали детишки куда-то. Так, опять свиная голова. Да. Не успели мы еще пройти Аутласт, и тут уже, как вы видите, амнезия на подходе оказалась. В общем, решил я ее вот так посмотреть. Думаю, многим будет интересно. Так, а здесь у нас, похоже, что все? Тупик? Отлично, какого хрена мы сюда зашли? Да уж. Так, что? Зажмите левую кнопку мышки, одновременно выполняет движение вверх. И что? А, я могу его за собой куда-то. Ага, смотрите, там что? Там проход у нас. Так, ну что, полезем туда тогда? Обычное барахло. Натачка, мы прячемся. Ну где же вы прячетесь, да? Так, здесь у нас уже пошли немножко такие мини-загадочки. Но они примитивные. Так-с. Ладно. Ладно, ладно. Так, а здесь я еще не был? Нет. Знаете, на всякий случай я дверцу-то закрою. А то мало ли там кто шастает. Это, похоже, детская. Двое маленьких детей. Скорее всего, брат и сестра. Но я вот не пойму, какого хрена здесь гвозди и молоток? Не должно быть таких вещей в детских комнатах. Это все очень странно. Отстой, отстой, я скажу. Так. Вот это больше похоже на комнату родителей. Наверное. И какого хрена картина барана висит на стене? Так. Что? А. Тут секретка, да? Ладно. Ладно. Или что это вообще такое? Не пойму. Не важно. Ничего полезного. Записка. Вот это нам нужно. 14 февраля 1999 года. Он сказал, что знает эти развалины. Тип в поношенной одежде, с лицом, изъеденным отвратительной болезнью. Я перехватил его странный взгляд. Мне показалось, он хотел понять, как я узнал о них. Едва удержался себя того, чтобы отвесить ему за трещину, за наглость, я улыбнулся и сказал, что в библиотеке нашей семьи были занятные книги о путешествиях. Безграмотный олух не понял ни слова, но согласился стать нашим проводником. Я сказал детям, что приключение будет поистине невероятным. Если те камни и правда скрывают ожидаемые мной финансовые выгоды, череда приключений будет длинной. Да, вот такие вот записочки у нас тут подаются. И последний. Что тут? Какая-то книга. Могу ли я ее взять? К сожалению, нет. Ага, тут еще тубочка. Так. Здесь тоже ничего полезного. Ну что? Вроде бы все. Здесь больше ничего нету. Итак, ладно. Пойдем сюда. Семейный герб. Здесь опять замки. Не зайти. В общем, сюда нам не попасть. Жаль. Ладно, спуним спускаться. Что ж вы где-то тут спрятались-то, а? Бегаю. Уже весь дом, блин, я бегал. У вас все нету. Снова картины. Видимо, в этой семье очень уважают искусство. Вы только посмотрите. Тут целая галерея. И знаете, картина очень странная. Ну, смотрите, свинья стоит во весь рост и облакачивается на столик. Это очень странно. Кладбище кораблей. Девочка. играет в прятки, что ли. Рядом с ней собака. Хм. Давайте посмотрим еще. Ну, картины очень такие, знаете, интересные. Я думаю, любителям искусства они приглянутся. Ух. Какая-то страшная фотка. Ой. Зловещая. Вот какой-то старинный город. Лошади. В общем, вполне занятно. Вот эти пирамиды, знаете, похожи на пирамиду Майя. Где вот на этом алтаре производили жертвоприношения. И какая-то карта. К сожалению, я не могу взять. Еще много всяких ценностей за стеклом. Тут стоит граммофон. Вы не против, если я это запишу? Ах, у вас есть вот эта замечательная штука. Для Мортивилля. Нет, конечно. Это по моим собственным чертежам, профессор. Вместе со всеми, что вы видите. Очень полезная штука. Вы, конечно, понимаете, зачем господин министр прислал меня. И что они обеспокоены. Ладно. Че за херня? Твою же ж мать. Шутники хреновые. Так, вот место, похоже, где играли в азартные игры. Где-то вдалеке звенит колокол. Не знаю, слышите ли вы это. Так. Много картин с голыми... Так, вот картина лебедь и голая женщина. Тут вообще какая-то садомия. Женщина и младенец? Или кто у нее там? Так. Ну что же, нам тогда сюда. Да? Окей. Заходим сюда. Звонит телефон. Алло. Алло. Великий фрукт орлинового кактуса. Помогите нам. Помогите нам. Че за бред? Какой нахрен орлиный кактус? Ё-ба-я. Ладно, давайте обучим пока комнату. Здесь ничего. Так, записка. 7 ноября 1898 года. Банк отказал в кредите. Невежественные скоты. По ночам, когда и дети, и слуги спят, и не слышат меня. Я сижу один и плачу. Любимая, как ты мне сейчас нужна? Они говорят, что я промотал свое состояние. Что вложился в эти новейшие машины. Я погубил репутацию семьи. Что? Мне стоило остаться мясником, а? Что значит две руки по сравнению со множеством других? Что можно применять бесплатно, без устали. Приспосабливая механизмы ткацких станков и мельниц. Но если банк не пойдет навстречу, всему наступит конец. Пусть только придут ко мне домой. Клянусь, я убью их. Убью их всех. Возьму свое ружье. Ружье. Такие дела. Так, давайте осмотрим остальные. Так, здесь бутылки. Здесь княженцы. Так. В общем, ничего полезного, да? Так, на всякий случай. Итак, что мы тут видим? Старинные часы. Похоже, они сломаны, потому что смотрите, как стрелки дергаются. Ну что ж, похоже... А! Тут еще. Так, свет можно включить. Можно взять ружье. Двигайте мыштовое направление, в котором хотите повернуть рычаг. Так. Загадка очередная, да, значит? Ладненько. И что же... И что же я тут открыл? Интересно. Ага, смотрите, вот потайная дверь. Тут у нас потайная дверь. Так. Ладно. Ой. Тут... Смотрите, там бегут дети. Туда мне не пройти. Ладно. Давайте пойдемте сюда. Записка. Записка. Механизм и душа. Замена неудовлетворительна. Сильно напоминает насос. Лучший кишечник, как ленточный червь, уже несущий в себе чужеродную жизнь. Латуни лучше прочие меди, волокна, пришитые костям. В изъявлении костного мозга иглой заложен потенциал в извлечении. Непосредственная составная знамена среагирует на электромагнитное возбуждение для повышения отдачи. Сыворотка дает ускоренную перенастройку, что за 2-3 дня приводит к естественному движению. Подопытным все равно приходится удалять лобные доли, чтобы снизить эмоциональное потрясение после реактивации. Будь оно проклято, будь проклято, это убогая душа. Почему она не механизм? Так, а вот этой головы там я не помню. Ее там не было ни хрена, мне кажется. Ее там не было. Что за херня тут творится? Опять голова. Какой-то ужасный рисунок. Боже мой. Это восходящая эпоха, эпоха разума. Разросшаяся империя, готовая к ровопусканию. Блин, нас опять жутко колбасит. Так, туда я могу зайти? Ладно, я пока здесь проверю. Голые женщины. Фотки каких-то людей. Люди без глаз. Жутко все это, жутко. Так, вот здесь в общем пробегали эти самые детишки. Ой. Что ж тут такое? Сейсмическая активность что ли? Прогулка по кукольному дому. Лили Бетлили Мандус. Похранен здесь 26 сентября 1890 года. Ангела плакивает себе, твои зубы проданы, а деньги пожертвованы бедным на кукле. Жуть. Да, загрузки здесь, конечно, достаточно долгие, как вы видите. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, на этом моменте остановимся. Закончим тут первую часть нашего обзорчика и смотра. В общем, я думаю, вам понравилось. Надеюсь на это. Если что, пишите в комментах. Вот, в общем, увидимся в следующей части. Всем пока.